Добрый вечер! Время новостей на нашем канале. В студии Яна Аксенова. И вот о чем мы расскажем в ближайшие 15 минут. Суровое бездорожье в городе, в частном секторе Новоалтайска, размыло дорогу и ремонтировать ее пока никто не собирается. Подготовка к шукшинским дням завершается на Алтае. Что интересного приготовили для гостей фестиваля в этом году. Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания «Белые медведи» отмечает юбилей 25 лет со дня основания. Наша съемочная группа встретилась с ее президентом. Барнаульский дальнобойщик полтора месяца прожил в фуре на трассе под Тюменью. Грузовик Александра Ложкина сломался во время рейса. По словам Александра, у фуры отказала электрика. Перегорели провода аккумулятора. Специалиста по ремонту найти оказалось непросто. Ремонт поломки оказался сложным и дорогостоящим. Если бросить фуру на трассе, ее быстро разворуют на запчасти. Поэтому Александр решил ночевать в грузовике. Его полевая жизнь затянулась на полтора месяца. Всего все это время местные дальнобойщики помогали Барнаульцу продуктами, деньгами, поиском мастера и нужных запчастей. В ближайшее время Александр отправится домой. К другим темам. Режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пассивной кампании отменили в Алтайском крае. Постановление подписал в Рио губернатора Виктор Томенко. Напомним, что ЧАЭС была вызвана переувлажнением почвы из-за холодной и дождливой осени и весны. Для выхода из режима ЧАЭС в регионе провели комплекс мероприятий. Изменили структуру пассивных площадей. Выбрали для посева культуры с коротким периодом созревания. Серьезную работу провели и для стабилизации фитосанитарного состояния посевов. Отметим, чрезвычайная ситуация из-за срыва пассивной была также объявлена в Новосибирской области и нескольких районах Томской области. Жителям одного из частных секторов Новоалтайска отказывают в ремонте дороги. Весной неасфальтированный участок размыло. И теперь после дождя по переулку не может проехать ни скорая, ни такси, ни обычный легковой автомобиль. В ситуации разбиралась Полина Жданова. Даже небольшой дождь для жителей Луначарской улицы – катастрофа. Приходится вооружаться резиновыми сапогами и практически вплавь по грязи добираться до работы, детского сада, школы и в магазин. Маленьких детей переносят только на руках. Местные жители делятся. За 25 лет на улице ни разу не обновляли дорожную насы. Пройти тут невозможно. Если ты хочешь куда-то пройти, ты должен на себя одеть три пакета на ногу, чтобы дойти один снять и не рвуться, чтобы более-менее выглядеть прилично, как человек. Здесь невозможно просто пройти ни весной, ни осенью. Два года назад здесь Планово ремонтировали водопровод и засыпали дорогу глиной. В непогоду она оседает и становится вязкой, и машины застревают в жиже. Ни скорая, ни такси в переулок не заезжают. На собственных автомобилях местные по улице тоже не ездят. Оставляют их на соседних, более чистых переулках. Когда начал таять снег, здесь дороги не было. Проехать было невозможно. 25 мая пришел грейдер. После большого ливня проехал в одну сторону, сказал, я вам здесь ничем помочь не могу, и уехал. Местные неоднократно обращались в администрацию Новоалтайска, но на протяжении нескольких лет получали отказ. Либо все тоже грейдирование. А хотелось бы ровную насыпь. Администрация в ответ разводит руками. Якобы бюджет в Новоалтайске дефицитный и сделать все дороги разом невозможно. Мы сегодня этим занимаемся. Мы обратились в бизнес-сообщество. Мы много улиц в частном секторе. Придали профиль. Нам любезно помогли грейдерами. Придали профиль. Более того, нам в виде спонсорской помощи дают щебень. Глава Новоалтайска уточняет, частный сектор не входит в федеральную программу безопасной и качественной дороги. Но на региональном уровне, по его словам, уже разрабатывается подобный проект специально для дорог частного сектора. Когда именно его реализуют, пока неизвестно. Сейчас же жителей проблемных улиц просят набраться терпения и дождаться очереди на ремонт. Вот такие у нас улицы. Полина Жданова, Роман Хайрулин, Дмитрий Козерлыга. Новости. Почти 8 миллиардов рублей направили в этом году на социальные выплаты жителям края. Подробности далее. Ежегодная благотворительная акция «Соберем детей в школу» стартует в Барнауле. Жители города, руководители предприятий и индивидуальных предпринимателей приглашают принять участие. Цель акции – помочь детям из нуждающихся семей подготовиться к новому учебному году. Пункты приема благотворительной помощи организованы в учреждениях социального обслуживания населения Барнаула в каждом районе. Список вы видите на экране. Здесь с благодарностью примут в дар для последующей передачи нуждающимся семьям как новые, так и бывшие в употреблении одежду, обувь, книги, учебники. Вещи школьной принадлежности можно приносить с понедельника по пятницу с 9 часов утра до 17 вечера. До шукшинских дней на Алтае осталось две недели. Фестиваль пройдет с 24 по 28 июля. В этом году в программу вошло около 60 мероприятий на 15 территориях края. Праздник начнется в Барнауле, а завершится по традиции на родине Василия Шукшина в селе Сростки. Моя коллега Татывик Геворгян сейчас находится там и готова рассказать о новинках и сюрпризах фестиваля. Тата, вы в эфире. Здравствуйте, Яна. Где как не здесь, в Сростках, на горе Пикет, проводить завершение такого яркого, масштабного всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Сюда приедут гости и участники со всей России, тысячи и тысячи человек. Какая яркая программа ждет их в последний день фестиваля, нам расскажет в Рио начальника управления Алтайского края по культуре и архивному делу Елена Безрукова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие новые мероприятия ждут наших гостей и зрителей? Во-первых, в Сростках в этом году, 28 июля, будет несколько новых мероприятий, в том числе фестиваль народного творчества «Правда Шукшина». На протяжении всей улицы Советская, от библиотеки до музея, мы будем иметь возможность смотреть фольклорные площадки, казачью площадку, народные гуляния. Поэтому я надеюсь, что людям будет интересно. Здесь, на пикете, в 4 часа состоится главная заключительная программа «Шукшинских дней на Алтае», вручив литературную шукшинскую премию, главные призы Шукшинского кинофестиваля, и завершится программа концертом группы «Пелагея». Кроме того, на самом пикете, для тех, кто приедет пораньше, у кого будет время походить по горе, посмотреть, будет не только возможность поприветствовать Василия Макарыча в виде его памятника, но и будет возможность посетить разные площадки. Одну из них я хотела бы назвать, потому что она является важной. Почти 40 мастеров-ремесленников, лучших мастеров, народных мастеров Алтайского края, будут располагаться здесь, организуют, сделают город мастеров, поэтому можно будет посмотреть, принять участие в мастер-классах. Я думаю, что это будет интересно. Спасибо вам большое. У меня на этом пока все. Более подробно о том, как будет проходить шукшинский фестиваль, как идет подготовка в сростках к шукшинским дням, расскажу завтра в выпуске новостей. Спасибо, Тата, а я продолжу выпуск. Туристический комплекс стоимостью более 600 миллионов рублей построят в Алтайском крае. Уже в ближайшие два года он появится в особо экономической зоне туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». На территории комплекса будет 6 таунхаусов, в каждом по 10 номеров уровня «Стандарт». Также планируют построить 13 коттеджей уровня полу-люкс, люкс-апартаменты. В комплексе запланированы места для гостей с ограниченными возможностями здоровья. Новый объект «Бирюзовой Катуни» будет располагаться на площади в 12 гектаров. Уже построены технические помещения, заложено основное здание проекта. Отметим, на данный момент в Алтайской особо экономической зоне зарегистрировано уже 20 резидентов. Эта игра помогает больше зарабатывать, правильно тратить и не попадать в сложные жизненные ситуации. Жители Белокурихи приняли участие в викторине «Финансовая лестница», которая состоялась благодаря проекту Минфина России и государственной программы Алтайского края по повышению финансовой грамотности населения. Бросайте кубик, и игра началась. Чтобы выиграть и получить полезные подарки, нужно ответить на вопросы короля и королевы. Вопросы актуальные и касаются многих. Например, страховая компания отказала в оформлении полиса ОСАГО. Что делать? Если страховая компания имеет лицензию на этот тип страхования, она обязана застраховать любого обратившегося. Если компания этого не делает, вы имеете полное право обратиться с жалобой в Банк России и прокуратуру. В любом разбирательстве они будут на вашей стороне. А как вы считаете, можно ли продать автомобиль, купленный в кредит? Не все из игроков знали правильный ответ. А звучит он так. ПТС может находиться у кого угодно, но автомобиль, купленный в кредит, можно продать только после того, как кредит будет погашен. Как вы считаете, вообще нужно делать такой формат? Да, я считаю, что нужно. И взрослым, и детям. У нас сын в школе проходит финансовую грамотность, поэтому это им очень большой плюс. Игроки могли убедиться сами. Часто вопросы, кажущиеся простыми, на деле оказывались достаточно сложными. Например, кто собственник ипотечной квартиры? Знаете, приобретая квартиру при помощи ипотечного кредита, заемщик становится ее собственником. Но недвижимость находится в залоге у банка, и собственник не может ей распоряжаться до полной выплаты кредита. Я думаю, актуально. Она пригодится для граждан, и люди будут знать все про банки, про счета, про кредиты, ипотеки. Участие в игре «Финансовая лестница» уже помогло тысячам людей в крае избежать больших проблем и потрясений. Кстати, ответы на многие актуальные вопросы из мира финансов вы можете найти на сайтах финграмота 22.рф и вашефинансы.рф. Это поможет вам подняться по вашей финансовой лестнице к личной свободе и семейному благополучию. Владимир Токмаков, Сергей Балуев, Новости. И к новостям спорта. Секрет долголетия и хорошего самочувствия открыт, так считает президент Федерации зимнего плавания Алтайского края Александр Зеленецкий. Дмитрий Гладких встретился с рекордсменом, обладателем Кубка мира и узнал все его секреты. В этом году Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания «Белые медведи» отмечает юбилей. 25 лет со дня основания. За это время под ее знаменами вырос не один высококлассный спортсмен. У истоков становления организации находится ее бессменный руководитель Александр Зеленецкий. Когда в далеком 93-м году ему предложили создать на Алтае Федерацию, сомнений не было. Дело нужное. Сейчас подполковнику запаса 65 лет, но его физическим данным и фигуре могут позавидовать многие молодые люди. Чтобы находиться в хорошей спортивной форме, Александр много времени уделяет не только закаливанию, но и другим видам спорта. Руководитель должен показывать результаты. Я занимаюсь и в бассейне, и в тренажерных залах, и выступаю по другим видам спорта. Поэтому всесторонне развит, могу легко крутить солнышко на перекладине. Гимнастические упражнения, упражнения с гирями, легкая атлетика, пулевая стрельба, плавание. То есть стараюсь всесторонне себя развивать. И независимо от возраста у меня это получается. Я не уступаю молодым ребятам. С меня берут пример, я беру пример. За время своей спортивной карьеры Александр Зеленецкий познакомился с многими любителями здорового образа жизни. Нашел себе партнеров и товарищей с такой же жизненной позицией. Один из них Владимир Соковиков, президент клуба «Здоровый образ жизни, природа и человек». То, что вытворяет со своим телом этот мужчина, которому на следующий год отмечать 70-летний юбилей, диву даешься. В планах у Владимира Ивановича прожить более 120 лет. По мнению этого всесторонне развитого человека, сделать это вполне по силам. Организм любого способен на многое, в том числе и на долголетие. Каждый день у меня группа, у меня есть люди, которым по 80. Мы каждое воскресенье собираемся, пробежки, купания. Сейчас у нас здесь парилка. То есть вот эти контрасты от холода до жары, она не дает эту закалку. Еще одним немаловажным фактором долголетия и отличной физической формы является правильное питание и отсутствие вредных привычек. Употребление алкоголя, курение и наркотиков, если хочешь быть здоровым и прожить долгую жизнь, нужно полностью исключить. С первого дня все ни к пиву, ни к водке, ни к этим всяким. Ну, курить я не курил, а это однозначно. И тем более, сейчас каждый, кто меня знает, может смело сказать, что он не притворяется и не наговаривает. Я на всех застольях, на всех мероприятиях не пью и меня не заставляют. Заниматься закаливанием и зимним плаванием, по мнению главного маржа Алтайского края, можно в любом возрасте. Главное, не переусердствовать. Уже через несколько недель улучшится самочувствие, поднимется настроение и увеличится работоспособность. При этом самое главное – это желание и стремление быть здоровой, всесторонне развитой личностью. Двигаться, заниматься спортом и верить, что все получится. Дмитрий Гладких, Алексей Шаульский. Новости. На этом наш выпуск завершен. Больше новостей, как всегда, на сайте katun24.ru, а также в группах телеканала в социальных сетях. Предлагайте свои темы, о самых интересных мы расскажем в эфире, их увидит весь Алтайский край. Я с вами на этом прощаюсь. Итоги дня подведем в 20.30. Хорошего вечера.